Всем, кому не удалось накануне посетить фестиваль фейерверка в Москве, смогут насладиться красочным шоу сегодня, во второй день праздника. Ну, открытие посетили более 30 тысяч человек. Вечером московское небо озарили фейерверки в исполнении лучших мировых пиротехников. Эмоции просто зашкаливали. За разноцветным небом следили и наши корреспонденты. Световое шоу от лучших специалистов со всего мира. Десять тонн пиротехники освещают этим вечером набережную Москвы. И причем важно не каждый спадет, но и лучше, чтобы оценить сочетание худоров с музыкой из самых известных фильмов. Вот, например, звучит музыка из «Пиратов Харькова моря». Тема второго международного фестиваля фейерверков – кино. Выступления команд длятся по 9 минут и состоят из нескольких музыкальных отрезков. В каждом разные мелодии, разное настроение. Зрители наблюдают за шоу из Братеевского парка, на безопасном расстоянии от пиротехники. Команды на другом берегу. Много видел разных салютов, но вот то, что было сейчас, мне очень понравилась концовка, кульминация. И музыка подобранная такая, что всплывают воспоминания из детства, очень положительно, очень круто. В первый день в рисовании святого пузуров соревновались команды из Казахстана, России, Франции и Эстонии. Готовиться начали еще утром. На другом берегу Москвы-реки происходит то, что, как говорят в кино, обычно остается за кадром. На участке в 400 метров площадки всех команд у каждой по несколько тонн оборудования. И ходить здесь нужно очень аккуратно. На каждом шагу различные пиротехнические составы и тонкие провода. Мы, значит, сперва расписываем фейерверк, значит, по эффектам, раскладываем это дело. После этого заряжается в маркиру, значит, техническое изделие, закрепляется и дальше выводится на компьютерные пульты. Дальше уже программа работает за нас. Пиротехники из Казахстана уверены, у них здесь самое лучшее оборудование. Особенно гордятся немецким пультом. Каждое изделие, значит, имеет свой номер, значит, подключается она, значит, проводом и, соответственно, идет соответствующий канал в пиротехнический пульт. Фейерверки запускают с двух уровней, поэтому часть оборудования команд у реки, остальное выше. Специалисты из Мальты, они выступят сегодня, решили, что стандартного рисунка для Победы будет недостаточно. На фестивале хотят удивить сами себя и сделать то, что не удавалось раньше. В конце нашего сета мы сделаем так, что появится слово «Мальта» в воздухе, на английском, конечно, языке. Все оборудование, которое мы используем, должно сработать одновременно так, что в воздухе все увидят буквы, которые составляют название страны «Мальта». Конкуренты серьезные. Во второй день фестиваля выступят китайцы, пиротехники, работавшие на Олимпийских играх в Пекине. Португальцы, вошедшие в книгу рекордов Гиннесса за самое масштабное шоу фейерверков. Здесь члены жюри тоже учитывают масштаб и сложность элементов. Но больше всего баллов дадут тем, у кого получился своеобразный танец света, идеальное сочетание музыки и цветных огней. Российская команда танцевала под мелодией из фильмов «Турецкий гамбит» и «Лавину и мстителя» «Я шагаю по Москве». И судя по реакции зрителей, этот танец света им понравился больше остальных. Анастасия Тимоничева и Павел Фомин. Лайф.